Телевив и Минск разделяют расстояние в 3,5 тысячи километров. Да разве это расстояние для хорошего человека? Да разве это расстояние для человека, который умеет пошутить? И вот, в общем-то, такой человек к нам сегодня и пришел в гости. Илья Аксель Рот приехал в Минск, развеселил буквально вчера вечером минскую публику, и не спавший пришел прямо сюда к нам в студию. Доброе утро! Доброе утро, Илья! Доброе утро! Я еще скажу на иврите Бокертов. Я вас просто сразу просвещу в свой язык. Переведи! Бокертов, доброе утро! Доброе утро, Бокертов, Беларусь! Тогда шировитаем, как говорят здесь у нас в Беларуси. Мы знаем, что ты в 6 лет уехал из Беларуси. Какие-то слова еще помнишь? Я на белорусском знаю одну фразу. Сторожно, на двери зачиняюсь, а наступная станция першамайская. Вы когда правый бок? Эту фразу я знаю на белорусском. Где жил, откуда уехал, что к чему? Я родился на тракторном заводе, ну, на самом заводе, там, в районе. Не, ну, в случае бывают разные. И что, и пошел первый класс здесь в Минске? Пошел первый класс уже в Израиле. И какой он первый класс в Израиле? Он очень отличается, видимо, от здешних мест первых классов. Там дети сидят в группах просто. Не за партами, а просто столы с кучками разбитых. А что, столовки хватает? Группами, спиной, с тех, кто боком. То есть в Израиле воспитывают с первого класса группировки? Да, сидят, как в комедий-клаб, вот вокруг столика вот так сидят. А когда идет занятие с учителем, то все садятся на пол на ковер. А столик не когда едут? Есть, за столиками остаются. Так просто, видимо, удобнее. Ну да. Для меня это было шоком, как советский ребёнок, который уехал в 90-х году. Но ничего, вырос. Ну привык, вырос. Все равно нормально. Ну, мы честно, мы волновались немножко, потому что выступление вчера позднее было. И мы боялись, что проспит гость наш. Но потом выяснилось, что, оказывается, ты, наш коллега по цеху, долгое время доработал в прямых эфирах в Израиле, вел утреннее шоу. Почему завершил? Как работалось? Не знаю, может, хочется в Беларусь вернуться, открыть здесь какое-нибудь утреннее шоу? Ну, утреннее шоу просто перестало существовать, поэтому оно и закончилось. Бывают экономические сложности и в Израиле в некоторых проектах. Ага, но всё равно вы шутите по этому поводу. Просто я, когда начал вставать, вот так рано, как вы встаёте, я вставал в 4 часа утра. Да, то же самое. И я понял, что совсем по-другому всё работает. Голова вообще не соображает. Я несколько раз себе холодной водой заваривал кофе вместо чая, то есть соль вместо сахара вообще. Я на собаку наступал несколько раз. У меня пёс же раньше меня будил с ошейником в зубах, говорит, давай погуляем. Когда я начал вставать в 4 часа утра, он начал притворяться мёртвым. То есть о неспящем, неспящем, просто я на нём спал, он не визгнул, мёртвым, просто чтобы я его не повел гулять. Я однажды вышел с ним гулять, знаете, я вернулся через 5 минут. Почему, знаете, я его забыл. Я просто вышел погулять в 4 часа утра. Поэтому я понимаю, каково уже стоит такое время. Редакторы, слушайте внимательно, человек правду говорит, а вы говорите, не по сценарию идём. Так я поняла, почему мы не заводим собаку, чтобы не забыть её, когда мы будем ехать на работу в 4 утра на улицу. Это одна из причин. Всё-таки вот возвращаясь к концерту, как Минская публика принимала? Да, вчера был концерт, и для меня публика местная, она родная. Я часто бываю в Беларуси, мне очень нравится здесь. У меня тут родственники, у меня две родины. Родственник, так привет передавай. Бабушка, дедушка, все остальные родственники, привет, доброе утро, Беларусь. Поэтому я в разных стенах выступал, абсолютно, и принимали так же, соответственно. И темы, я делился шутками про свою нынешнюю родину, любимому Израилю, про свою историческую родину Беларусь. Поэтому было действительно очень тепло. Вот я вот, если это характеризовать, то было очень тепло. А вот как-то ты заметил, не знаю, тут шутки, да, например, ты же уже работал на концертах и в Израиле, и в других странах, и в России, и теперь в Беларуси. Мы так же реагируем как остальные, или по-другому? Может быть, смеются... Или картошка на нас влияет, мы по-другому. Или смеются в других местах, может быть. Где-то в других местах вы смеетесь. Ну, конечно, шутки про Беларусь. Я вообще очень люблю шутить именно про Израиле, потому что я живу там. И я имею право про это шутить. Я когда в гости приезжаю, какой гость буду шутить про вас, что ли? Но я вот вчера подметил несколько интересных вещей про Беларусь, и это публике очень понравилось. Например? Например, вот нас евреи, в принципе, называют народом книги. Вот так вот, такая кличка у нас народная. Народ книги. Я приехал, когда первый раз долгое время в Минск, несколько лет назад, и увидел библиотеку в Минск, я понял, вот где народ книги живет. Вот это народ книги, например. А это они смеялись? Да, очень смеялись, да. Слушай, ну, кстати... Мне вообще всегда говорят, ты Минска не видел-то, ты видел, где-то народ тусуется. Я начал называть названия клубов, а один за другим народ начал смеяться. Я говорю, погоняйте меня по Зыбинске, погоняйте. И вот я проявил немножко знания, тоже публике понравилось. Ну и, собственно, взгляд туриста тоже рассказал. Ну, вообще побывал, посетил заведение, ощутил жизнь ночного Минска. Мне очень нравится. Красивые белорусские девушки, да? Очень нравится. Ну, я же, я вам после вечера скажу, что да, пока скажу симпатично, но я не обращал внимания, я женат, поэтому... Хорошо, как обстоят дела со стендапом в Израиле? Мы знаем, что ты имеешь какое-то отношение к комедий-клубу. Непосредственно. Вот расскажи, вот все как на духу. Во-первых, в Израиле в основной язык он иврит, поэтому стендап на иврите там разве безумно, там очень классные стендап-комики, которые говорят на иврите. Мы начали несколько лет назад развивать стендапи на русском языке, и вот подписали такие франшизные отношения с московским комедий-клуб, начали представлять, ну, я и еще несколько моих друзей хороших, комедий-клуб в Израиле. Делаем хорошее такие мероприятия с добрым юмором, добрым, действительно, юмором. И мы сочетаем русский, русскоязычный юмор. Приезжают к нам ребята из Беларуси, из Украины, из России, и ивритоязычные. Два языка в том же шоу, и народ, наш зритель, все понимает. Мы делаем смешанные какие-то баталии юмористические на двух языках. В общем, мы стараемся подружить народу. Ну, а вообще можно сказать, что ваш, так называемый, филиал комедий готовит кадры для московского комедий? Можно так сказать, да, это и есть основная цель этих филиалов, да, готовить кадры. Я сам участвую в проекте сейчас, вот, уже третий сезон, как я участвую в проекте комедий-баттл. Уже даже пару раз удалось сняться в самом комедий-клубе, чтобы для меня было безумно трогательно. Уже в доброй раньше было, что удалось сняться? Да, у вас уже удалось сняться. Кстати, очень смешно, я мечтал в долгие годы попасть в комедий-клубе, когда меня впервые Гарик Мартареттон объявлял, там же Кажино все в зеркалах. Я так сильно волновался, что вот, я сто раз себе, миллион раз, наверное, покручивал этот выход под музыку на сцену. Маршрут провожил. Вот, когда я вот выходил, я просто там в зеркала, и там я не увидел, там просто отсвечивался просто проход, и я просто въехал в зеркало от всего хода, вот так выглядел первый мой выход. А ведь, а ведь себе подумали, слушай, какой, вот какой смелый парень, да, вот только пришел, и уже тут сразу начинает зеркала обить, да, обей посуду. Илья, спасибо большое. Конечно, хотелось бы говорить бесконечно, просто приходите на выступление. Вот что я могу сказать, сегодня в гостях у нас побывал наш замечательный гость. Можно я вам тоже пожелаю доброго утра? Вам и всем зрителям, и чтобы только хорошие новости, только доброе утро было, Беларусь. Спасибо. Спасибо. И только добрые гости, такие, как сегодня. Сегодня в студию к нам заглянул наш гость из Израиля, телеведущий, КВНщик, стендап-комик Илья Акселеротко.